Добрый день, друзья! Это канал Диктатура Закона и мы продолжаем идти по нарушениям, которые были в городе Уральска. Когда мы говорим о юстиции, которая замечена в коррупционных признаках правонарушений, то из всего Казахстана откликнулась юстиция Западно-Казахстанской области. Почему они подписались под эти риски и зачем им это, разбираем сегодня в этом видео. Поехали! Перед вашими глазами письмо из юстиции Западно-Казахстанской области. В нем они разъясняют, что они не имеют никакого отношения к незаконной регистрации ТУО «Караванный путь». Друзья, здесь стоит внести маленькую ясность, что с 2019 года функции по перерегистрации юридических лиц из ведения юстиции были переданы в правительство для граждан государственной корпорации. Но это не меняет сути, потому что шлейф незаконной регистрации, судя по документам, у нас идет с 2017 года. Тогда «Караванный путь» продавался путем обмана и злоупотребления доверием. Кстати, по данному факту сейчас возбуждено уголовное дело. Но сейчас пока не об этом, а о том, что руководитель департамента юстиции Тасыбаева, принялась обелить репутацию всей юстиции и вверенного ей подразделения. Но она, скорее всего, не в курсе, что 8 июля 2016 года заключен договор залога на долю уставного капитала ТУО «Караванный путь» с акционерным обществом «Байтирек Деволотмент». 11 августа уже был зарегистрирован залог на 100% долю ТУО «Караванный путь». Сумма основного обязательства, как мы видим из свидетельства, значится около 1,5 млрд тенге. Итак, специально для руководства департамента юстиции Западно-Казахстанской области повторяю, что 100% доли уставного капитала ТУО «Караванный путь» находится в залоге. Залог зарегистрирован с 2016 года. Но 12 апреля 2017 года Министерство юстиции дает справку об отсутствии каких-либо обременений. Подождите, 10 января 2018 года, опять же, юстиция выдает справку об отсутствии каких-либо обременений на долю должника в уставном капитале. Итак, друзья, на ваших глазах имеется три разных документа. Один из которых свидетельство о регистрации залога и одновременно две справки об отсутствии каких-либо обременений на долю в уставном капитале. Мы проверили наличие данного залога сегодня, обратившись в компанию акционерного общества «Байтерек Деволопмент». И вот, что они нам написали. Акционерное общество «Казахстанская жилищная компания» сообщает, что соглашение о расторжении договора залога доли уставного капитала между сторонами договора не заключалось. Теперь чисто юридически, коль соглашения о расторжении договора залога у нас в природе нет, то правомерность всех действий по регистрации ТО «Караванный путь» сейчас находится в глубочайшем сомнении. Я понимаю, что руководитель департамента юстиции по Западно-Казахстанской области занимает эту должность только с апреля 2021 года. Но, коль, если она сегодня пытается обелить всю репутацию своего подразделения, то у меня к ней несколько вопросов. Что со зрением у сотрудников юстиции Западно-Казахстанской области? Куда делись сведения по регистрации залога ТО «Караванный путь»? Откуда появились вот эти справки? Но подождите отвечать. Пусть лучше этими вопросами займутся уполномоченные и компетентные органы антикоррупционной службы. Но прежде я хотел бы огласить список коррупционных статей Уголовного кодекса Республики Казахстан. Статья 218 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Как легализация отмывания денег и иного имущества. Статья 361 Злоупотребление должностными полномочиями. Статья 362 Превышение власти или должностных полномочий. Статья 366 Получение взятки. Статья 369 Служебный подлог. Статья 370 Бездействие по службе. Статья 450 Злоупотребление властью. Статья 451 Превышение власти. Статья 452 Бездействие власти. Друзья, если мы более-менее разобрались с претензиями Тасыбаевой Алии, то предлагаю вернуться к тем приказам, которые мы разбирали в предыдущем нашем ролике. Перед вами два приказа, которые вынесла Государственная корпорация «Правительство для граждан по Западно-Казахстанской области». В качестве главного специалиста здесь указана фамилия Басанбаев. Такая же фамилия Басанбаев указана в доверенности ТО «Караванный путь», а также в уведомлении о смене первого руководителя. Является ли это совпадением или нет, решать вам. Но знаю одно, что эти два лица, которые являются родными братьями, один из которых работал в ТО «Караванный путь» в качестве юриста, а другой работал в Государственной корпорации «Правительство для граждан» в отделе по регистрации прав на движимое имущество юридических лиц. На этом все, друзья. Это была вторая серия по незаконным регистрационным действиям, а также нарушениям, которые имели место быть в городе Уральска. Всем огромной удачи, делитесь этим видео. Не прощаемся. О всех результатах рассмотрения уголовных дел мы будем рассказывать и сообщать здесь же. А пока всем огромной удачи. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok